здравствуйте дорогие друзья сегодня я буду вас знакомить с отечественной операционной системой на ядре linux под названием sample linux 8 платформа развивается в рамках проекта базы alt до этого назывался проект alt linux итак начнем перед нами вот такой вот меню если мы сейчас нажмем вот будет загрузка жесткого диска нам нужно live сиди здесь у нас в 2 мы можем выбрать дополнительные языки здесь все по умолчанию нормально просто нажимаем сюда вот поехали вот так все это дело выглядит так система запустилась live сиди теперь давайте мы снимем сменим разрешение экрана слишком мелко все это и начнем установку кран дисплей выбираем разрешение повыше немножко самый раз давайте мы его и оставим так далее мы выбираем пункт установка на жесткий диск перед тем как начать установку пожалуйста закройте все открытые окна приложения дра д д д д д бла 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 это все мы знаем нажимаем далее читаем условия совсем согласились нажимаем да далее беларусь минск далее так подготовку раздела вручную у нас есть 20 гигов создать файловую систему выбираем xd4 ok сдали ok и корневой слэш окей ничего здесь особого не потребовалось сейчас мотикнется что не создали свап ну вот начинается у нас установочка вы меня спросите зачем такой зоопарк вот этих дистрибутивов на базе alt linux тот то же самое сейчас называется база alt я вам отвечу есть карпера корпоративная версия на моте на мой есть когда еды десктоп есть версия junior есть серверная версия очень много что же такое simple linux это чисто домашнее решение которое очень традиционная здесь вы не увидите ни к д д е 5 или 4 здесь здесь вы не увидите ту же самую gnome 3 здесь используются xvce при этом упор делается на малое потребление ресурсов, поэтому в результате получается вот такой вот интересный дистрибутивчик. Еще раз повторю, данный проект не является говносборкой, не развивается отдельно, не является тупиковой ветвью. Проект развивается в рамках базы Alt. Установка прошла удачно. Далее, нажимаем Далее. Далее у нас важный пункт. Введение пароля root. Если у вас важная информация, вы параноик, вы боитесь взлома, делайте какой-нибудь сложный пароль. Я же введу 1, 2, 3. Это, конечно, шутка. Дело не в паранойи. Просто, если вам важно, чтобы вашу систему у него хайдохал кто-нибудь, пароль нужно обязательно здесь придумать. И важно никому пароль не давать и не забывать. Очень много новичков именно забывают свой пароль root. Вы не сможете установить какое-то программное обеспечение. Пароль для входа в систему. Можно поставить галочку автоматический вход в систему. Вот это сюда не нажимайте. Не надо. Вот сюда нажмите автоматический вход. В случае, если что-нибудь натворите автоматический вход в систему, как бы сбросится, вы всегда будете знать, что вот у вас здесь такой вот пароль. Чаще всего просто вводите 1, 2, 3. Потому что без знания пароля root вам никто ничего плохого уже не сделает вообще. Операционка скромно вас благодарит за то, что вы ее установили. Нажимаем завершить. Вместо того, чтобы рассказывать вам банально про программное обеспечение, которое здесь установлено, могу вам сразу сказать, что оно такое же, как и другие дистрибутивы. Я приступлю к обновлению. Нажимаем сюда. Появляется вот такое совершенно простое окно. Нажимаем автоматическое обновление. Здесь у вас просится пароль root. Надеюсь, вы его запомнили. Нажимаете 1, 2, 3. Нажимаете ок. И запускается менеджер пакетов синептик. Вы скажете, о, кто не знал, скажет. Так он же только в Debian, Ubuntu, Mint и других подобных дистрибутивах. Нет. Когда именно Alted Close от Mandrake, он решил использовать именно этот пакетный менеджер. Такие же аналогичные команды, как и в Debian, будут работать в Alt. И, конечно, не все, но будут. Я считаю, что наличие здесь синаптика только плюс. При том, что огромный плюс. Сейчас я вам покажу, как устанавливать программное обеспечение. Обновление я сейчас отменю. Я просто вам показал, как это делается. Для того, чтобы продолжить обновление, нужно нажать просто применить. Здесь вы увидите все обновление, которое вам предложила операционка. Вы понимаете, что вы не покинуты. И вам будут разработчики присылать пакеты программ. Давайте запустим пакетный менеджер. Вроде бы пункт система. Хотя можно сделать вот так. Видите, мы вводим S, Y. Я хотел ввести synaptic, synaptic. Или просто можете написать менеджер пакетов. Запускаем его. Требует пароль root. Вводим пароль root. Без него в операционной системе Linux практически никак. Вы слышите мою сволочную кошку, которая меня уже достала. Плохо ведет. Признаюсь. Очень плохо ведет. Вот так. Давайте мы на примере установим любую программу. Допустим, VLC. Пишем VLC. Искать. Секунду. Так, нашли VLC. Отметить для установки. Нажимаем применить. Мы видим, что необходимо получить 74 мегабайта. Будет использовано 53. Нажимаем применить. И начинается установка программы. Можем нажать здесь галочку и увидеть процесс установки. Кроме всего этого, устанавливается еще XHORG драйвера Radeon. Правда, не знаю зачем, но, видимо, это нужно. Далее процесс установки программы. Итак, программа установлена. Теперь мы можем ее поискать в меню. Нажимаем сюда. Нажимаем мультимедиа. Запускаем программу. Никаких проблем. Все прекрасно работает. Как устанавливают программное обеспечение, вы, в принципе, уже поняли. Теперь я вам покажу, какие программы здесь есть. Правда, мельком. Настройка здесь всячески. Java и многое-многое другое. Сюда вы полезете в крайний случай. В графике у нас в коробке здесь редактор изображений. Наверняка это будет GIMP. Он самый. Очень хорошая программа. Далее у нас здесь программа сканирования, программа просмотра изображений, распознавания текста. GIMP по умолчанию не имеет одноконного режима. После включения галочки становится одноконным. Программа очень неплохая. Я в основном ее использую для создания прозрачных PNG титр. Так, игры. Ну и здесь коробочки всякие. Моджонги, тетрисы, шахматы, саперы. Всякая ерунда. Далее у нас калькулятор. Заметки. Это у нас инструменты. Снимок экрана, редактор текста. Например, вот такой блокнотик. Где уже запущен кое-какой скрипт. Мультимедиум. Вот мы установили VLC. Мордочка для Mplayer. Наверняка это SMplayer. Просто это странно подписан. Запустим. Да, это SMplayer. Я считаю, что он после VLC. То есть программа тоже незаменимая. Хорошая. Редактор тегов. Настройки звука. И слушать музыку. Это AUDOS. CIOUS. Такое название. Блин, его выгореть практически невозможно. Неплохой аудиоплеер. Я вам так скажу. Простой, стабильный. Проблем с ним практически никаких не бывает. Так. Инструменты. Мультимедиа. Образование. Ну, здесь элементы LIBOR офиса. Ну, и офис коробки. Присутствует. Давайте мы его запустим. Текстовый процессор. Ну, тут все же один форс-мажор случился. Офис не запускается вообще. Вот видите. Для того, чтобы узнать ошибку, нужно рейт-логи или же попытаться запустить его через терминал. Там все это дело выдастся и можно будет начать с этим разбираться. Ну, давайте спишем это просто на эмулятор. Вы скажете. Слышишь ты? Почему ты в других? А я все не списываешь на эмулятор. Ну, баги бывают везде. К сожалению. Далее пункт «Система». Здесь у нас настройки компиза, редактор разделов, запись образа на USB. Ранее использовалась программа, которая разработана в рамках проекта РОСА. Сейчас используется, которая разработана в рамках проекта СЮЗ. Аварийное закрытие программ, диспетчер задач. Давайте запустим. Посмотрим, хоть сколько кушает в эмуляторе. Я выделил гигабайт ОЗУ. Из гигабайта ОЗУ кушается всего 25% ОЗУ. Это с учетом дискового кэша. Это получается, что будет где-то израсходоваться ОЗУ метров 150-180. ЦП практически не израсходуется. Это, ребята, эмулятор. Это в то время, когда многие психотропы мне пытаются доказывать, что проблемы в эмуляторе, и они в гноме 3, который жрет просто безбожно и глючит, или же в пятых кедах. Хотя пятые кеды у меня такого ужасного результата, как КДЕ. То есть, как гном 3 никогда не показывали. Вот вам XVSE, как она работает. Смотрите, 25% ОЗУ. 4, 5, 6, но 7% если ничего не делаешь, простое ЦП. Это ерунда. В любом случае, удовлетворительные показатели. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за внимание. Я прикреплю ссылочку, если вам понравится скачивать. Я понимаю, много людей, которым нечем заняться, хотят скачать, протестировать. Тем более, это отечественная операционная система, отечественный проект, очень давний. История аж с 2000 года, если не ошибаюсь. Здесь от забугровых проектов практически ничего не осталось. Большинство всего переработано и неплохо. Основан данный дистрибутив был на Мандреке, который в будущем стал Мандривой. Мандриву, кстати, тоже выкупили и дистрибутив превратился в Роса. Поэтому будет, мне кажется, в тройне интересно все это дело попробовать. На этом все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова